Доброе утро! Сегодня Международный день кино. Именно 28 декабря 1895 года братья Люмьер организовали в Париже первый в истории человечества платный кинопоказ для всех желающих. Ну а наше утро все, абсолютно все демонстрирует бесплатно. И если вы не заметили, мы уже это делаем. Украшаем стол и выбираем салатики. Советы из всемирной паутины. Тревожная кнопка или как богатыри Деда Мороза спасали. Кто такая девушка-хлопушка? Разговариваем с режиссером Семеном Барковым. Доброе утро, дорогие друзья! Ну что ж, Новый год на носу и сейчас самое время подготовиться к его празднованию. Ну и, конечно же, интернет нам в помощь. Часики тикают, а стол еще не готов, рекомендую позаботиться о нем заранее и украсить в скандинавском стиле. Итак, первым делом стелим льняную скатерть серого цвета. Затем по центру кладем еловую ветвь и расставляем вертикальные подсвечники. Следующий шаг – тарелки и приборы. Ровно на то количество гостей, которое ожидаете. Добавляем салфетки черного цвета, веточки живой ели и, конечно, бокалы. Стол готов. Остается только дождаться гостей. А теперь приступаем к праздничному меню и выбираем, чем удивить своих домочадцев и гостей. Отойдем от традиционных салатов и приготовим легкую оригинальную закуску – канапе с печеным перцем. Для этого у болгарского перца срезаем все стенки, режем их пополам на небольшие полосочки. Сбрызгиваем перчик оливковым маслом, посыпаем сушеным чесночком, солью и перемешиваем. Отправляем дольки перца в духовку на 15 минут. А тем временем творожный сыр выкладываем в кондитерский мешок. И когда перчик будет готов, добавляем в него небольшой шарик сыра и заворачиваем рулетиком. В конце скрепляем шпажкой. И завершить предпраздничную подготовку я предлагаю игрой, чтобы новогодняя ночь оставила приятный след в вашей памяти. Предлагаю вам поиграть в игру под названием «Сказка». Для этого все участники, кроме одного, выходят из комнаты. Тот, кто остается, получает текст. Это несколько строк о чем угодно. Например, про Деда Мороза. Затем начинается самое интересное. Это рассказать без слов другому игроку о том, что было в тексте. И так по очереди. В конце участники рассказывают в обратном порядке то, что показали и поняли. Получается очень забавно. Обязательно попробуйте. На этом у меня все. Я желаю вам великолепного настроения и с наступающим Новым годом! Сегодня, 28 декабря, на Кольском полуострове ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный в порывах до 20 метров в секунду. Гололедица. В Кандалакше минус 8 градусов. В Апатитах и Кировске минус 7, минус 9. В Никеле и Заполярном минус 7, минус 8. До минус 9 опустится столбик термометра в Североморске. В Мурманске минус 8, минус 10. Снег. Удачного вам дня! И вновь доброе утро! Сегодня в Международный день кино. Хочу вам показать одно интересное видео. Шедевр от Росгвардии. Я бы такое крутил перед сеансами в кинотеатрах. Итак, детишки, вот вам сказочка. Кто-то украл у Деда Мороза мешок с подарками. Дедуля не стал прибегать к помощи лесных зверей, а позвонил куда? Правильно, в Росгвардию. Потому что на территории усадьбы Деда Мороза есть тревожная кнопка. Приехали богатыри в кольчугах и шлемах и повязали воровку. Ей оказалась пожилая женщина, проживающая в соседнем лесу. Дед Мороз богатырей поблагодарил и назвал моими хорошими. Вот и сказочке конец. Ух, это двухминутное видео прямо в душу мне запало. Как же хочется встретиться с режиссером данного произведения. Поговорить, я думаю, множество общих тем бы у нас было. Но не судьба. А, пожалуй, приглашу-ка я в гости к нам на диван самого настоящего, адекватного режиссера. Совсем скоро, через пару минут. Увидеть в актере личность режиссер Семен Барков в гостях нашего утра. Вижу цель, не вижу препятствий. Садимся на поперечный шпагат. Рецепты, подарки своими руками, традиции, игры. Ищем новогоднее настроение в книгах. Итак, друзья, мы продолжаем выпуск. У нас сегодня в гостях необычный человек, который приехал к нам из Москвы. Прилетел буквально-таки Семен Барков. Привет. Здорово. Скажи, пожалуйста, ты режиссер по образованию и автор сценария, к тому же еще? Я актер по образованию, в итоге стал режиссером. Но и да, автор сценария. В принципе, все, что я делаю как режиссер, так или иначе я пишу для этого сценария. Тебе больше нравится именно сценарий писать или именно ставить как режиссер-постановщик? Больше всего мне нравится ставить свои сценарии. Хотя нет, на самом деле, естественно, есть огромное количество прекрасных сценариев. Например, я хочу взяться однажды за какую-то серьезную драматургию или за какого-то автора. Например, очень давно я хочу взяться за процесс Кавки. Я понимаю, что или за Грозу Островского. Два произведения, которые я прямо грежу. Но либо, я понимаю, временный хрон, не хватает времени на то, что серьезное, действительно серьезное дело. Потому что можно садиться за Грозу Островского и с актерами разбирать ее долго. Даже если ты все прекрасно уже для себя решил, все равно там очень долгое обсуждение, вгрызание в материалы. Это просто время. И зачастую его просто не хватает. Красный диплом. Ты закончил с красным дипломом. Институт театральный. Вот вопрос. Красный диплом, скажем, институтский театральный, красный диплом школьный. Они же отличаются. Чем тебе помогает красный диплом? Ты бы мог выпуститься с синим дипломом и вот тем же самым заниматься? Сейчас я скажу вам вещи, которые многих школьников могут очень порадовать, а многих родителей расстроить. Дело в том, что я закончил с красным дипломом Щукинский театральный институт, узнав об этом за где-то два месяца, ой, за две недели до выпуска. Я понял, что у меня кажется красный диплом, когда мы сказали об этом на экзамене. Я такой, ой, правда? То есть, я для этого особо ничего не делал. Я просто ходил без хвостов, сдавал, просто учился. Потому что там учебы 24 на 7. Школу уже я закончил практически со справкой. На индивидуальном обучении, ненавидя это здание очень-очень сильно и всей душой, мне было прям все... Настолько мне это не нравилось, настолько это было не мое. Оно мне отвечало всем тем же самым. Хотя я понимал, что, ну, скажем так, я же не какой-то там супердурак. Но у меня был очень плохой почерк. Совершенно нечитаемый. Мне в школе сказали, тогда только ЕГЭ появлялся, что мы тебе не дадим задавать ЕГЭ. Ни один компьютер тебя не прочтет. Еще там наличие дислексии, дислексии... Ну, в общем, были свои сложности. Мне прям четко меня рубили. Мне пришлось закончить на индивидуальном обучении, чтобы вообще хоть как-то школу закончить, 11 класс. А после этого, поступив в институт, я вообще понял сразу, что это мое, мне все это легко, мне это безумно нравится, мне это интересно. У меня появился стимул, и красный диплом стал, ну, как-то, само собой разумеющийся практически. Если ты для него даже не стараешься, нет смысла. И самое смешное, что он лежит сейчас в институте, я вот так его не забрал. Просто не забрал. То есть, я могу прийти его забрать, но что-то не думаете. Времени не было или желания? Ну, как-то, да. Он не нужен. На данном этапе он мне просто не нужен. Потому что актер или режиссер, ты можешь показать, сказать, смотрите, у меня пять по фехталане, зарубежный театр, пять. И такие, а, вот ты-то нам и нужен. Конечно же, нет. Тут все, что ты умеешь. Вот весь навык, он в тебе. Что-то есть, то ты и на сцене, или то ты за сцену, если ты ставишь. Поэтому, как таковой, диплом актера сомнительная вещь. Но, безусловно, актерское образование очень сильно помогает. Ну, именно в этой стезе, в этой профессии. Без него сложнее. Хотя я не могу сказать, что невозможно. Можно. Есть у меня, есть актрисы, которые не имеют диплома специализированного, профильного актерского образования. Но я могу сказать, что это актрисы. Причем прекрасная актриса. Ты еще, я знаю, что режиссером-постановщиком в Калининграде работаешь. А сам при этом живешь в Москве. Работал, да. Был проект, в рамках которого я снял короткий метр. Огромное спасибо Калининградской области, которая дала эту возможность. И продюсерам, которые все это дело вкладывались и помогли с этим делом. И это была очень полезная коллаборация, потому что люди во многом учились на площадке. То есть у многих не было опыта. То есть, например, забавный факт из-за съемочного процесса, когда девушка, которая работала хлопушкой, она не работала за этой хлопушкой. Хлопушка, тот человек, который идет. Мотор здесь пишется, какой дубль и прочее. И как бы удар. И в какой-то момент идет дубль, и я слышу команду «Стоп!» Я же ничего не произносил. Это произносит режиссер. Кто сказал? А хлопушка почему-то решила, что сейчас был «Стоп!» И она решила сказать «Стоп!». Я такой «Ничего себе!» Ну, как бы люди не профессионалы собрались, но и на этом они учились. Поэтому здесь, когда кто-то ошибался, или какие-то ксики, совершенно по-другому к этому относятся. И люди, конечно, на таком учатся. То есть я надеюсь, что для многих это был какой-то очень полезный опыт. В том числе, как и для меня. Это, конечно, был, безусловно, полезный опыт. Есть такое мнение о том, что актеры должны быть, ну, скажем, не слишком умными, чтобы режиссер, как творческая личность, да, мог из них что-то лепить под себя. Вот вопрос к тебе, как к актеру, получается, и как режиссеру одновременно. Верно ли это утверждение? Мне всегда интересна личность актера. Безумно интересно. Даже более того, личность актера мне, в принципе, интереснее, чем моя. Потому что как именно он сделает тот материал, как я его сделаю, как я вижу, я понимаю приблизительно и как я хочу. Но актер всегда может предложить тебе намного больше, чем ты это даже видишь. И, ну, по поводу интеллекта актера, ну, тут для каждой роли свое. У меня были однажды, я пробую на этим проект, который мне, скажем так, очень нравился уже на этапе даже сценарий, когда я прочел, это был лучший сценарий, который я читал. Это был проект «Большая поэзия», который снимал младший Лонгин. Мне фильм в итоге очень понравился. Было приятно смотреть, что я приходил на пробы, я пришел на пробы, разговариваю как раз с режиссером. И он такой говорит, а ты, смотрю, парень башковитый, да, я такой, ну, да. Проблема. Потому что некоторый интеллект в глазах, ты его никуда не убьешь. И для какой-то роли он тебе, ну, необходим. То есть даже если ты очень хороший актер, интеллект в глазах сложно играть. И то же самое отсутствие какого-то, знаешь, такого башковитости и мозговитости, тоже сложно играть. Поэтому, конечно же, проще найти актера, которые вы просто подходите на эту роль. Поэтому здесь на каждую роль своя очень индивидуальная. Всегда все очень индивидуально, например, в театре. Главный вопрос. Самый главный вопрос нашей беседы. Что ты делаешь в Мурманске? Почему ты сюда приехал? На самом деле здесь мне хочется сказать прям огромное спасибо детской театральной школе Мурманска и фонду общественных и культурных инициатив имени Бальмонта, собственно говоря, благодаря которому... То есть это был первоисточник, после этого они связались с детской театральной школой Мурманска. И вот я здесь очень быстро, мне все идут навстречу. Я увидел совершенно потрясающую труппу, с которой я вчера познакомился, с которой очень-очень рабочий, очень пытливый ум. Бывает такая проблема, что приезжаешь куда-то, и люди закостенелые. Вот они знают, как правильно. Мне всегда казалось, еще со школы я понимал, что тот человек, который знает, как правильно, он зануда. Мне с ним сложно будет. Вот правильно? Вот так. Только так. То есть вы шутёк? Нет. И здесь я понимаю, что ты работаешь с актерами, ты говоришь, вот так, вот так, вот так. А они, хоп, и начинается такая очень творческая энергия. Поэтому мне пока все очень-очень нравится, и я надеюсь, что будет спектакль, который уже готовится, и мы его будем выпускать. Понятно, что сейчас он будет в пространстве, скорее всего, онлайн и прочее, потому что, естественно, меры. Но мне очень радостно и приятно, что не останавливается работа, и люди все равно пытаются искать какие-то возможности для нестагнирования всей этой ситуации, типа мы сейчас подождем, а для того, чтобы давайте все-таки попробуем что-то сделать с этим. Поэтому я всегда за такие полезные, классные эксперименты. Я очень рад, что люди сейчас идут с открытым сердцем к этому. В Мурманске ты буквально на пару дней сейчас приехал. Что успел увидеть, кроме детской теоретальной школы? Есть одна очень интересная вещь, что когда ты живешь в каком-то городе, у меня там, например, родной город Обницк, я вот хожу в нем, я замечаю, вот он для меня уже такой, я не замечаю каких-то вещей, я замечаю, что в нем не очень хорошо, ну и здорово, вот там центр строительской торговой, я там рад или не рад. То есть какие-то локальные вещи, но мне кажется, что это прекрасно, что в Мурманске у тебя виден везде горизонт, у тебя нет дома рядом перед тобой постоянно, нет вот этих коробок, даже если ты вот куда переходишь, там, не знаю, прекрасный Петербург, ширина есть, но она вообще несравнимая с Мурманском, потому что в Мурманске везде у тебя горизонт, везде у тебя даль, и это какое-то ощущение именно свободы и пространства. Это очень важно просто для себя, ощущение себя в городе, потому что в Москве мне, например, ужасно сложно, я до сих пор не могу к ней привыкнуть, сколько я там лет не жил, мне сложно. Мурманске клево, пока мне нравится. Но это пока, потому что я мало еще чего увидел. Это только пока, да? Я честно говорю, я пока не знаю просто. Давай в завершении года, год был в любом случае сложный для всех, я уверен, пожелание может быть какое-нибудь лично от себя, от Семена Баркова? Да, вы знаете, с радостью, я вот последние два года исследую одно чувство, мне кажется, что оно является каким-то краеугольным для человека, поэтому я хотел бы всем зрителям пожелать никогда не терять в себе чуткости, потому что мне кажется, именно чуткость по отношению и к себе, и к окружающему тебя миру, конкретному человеку, это какой-то главный вектор вот, или если она есть, то это вектор туда, куда-то вектор наверх к чему-то хорошему и светлому, потому что если ты костенеешь, и чуткость своя снижается, и в целом ты становишься более, даже не то чтобы черствый и холодный, а ты становишься немножечко бездушный, а чуткость это то, что тебе постоянно позволяет как-то мускулы собственной души тренировать, поэтому я вас призываю всех тренировать мускулы собственной души посредством этого прекрасного чувства чуткости. Это правильно, тем более у нас нельзя срубать емкость живые, так что все логично. Ну что ж, друзья, мы продолжаем выпуск, никуда не уходите и не переключайтесь. Сегодня день рождения отмечает российская гимнастка, двукратная чемпионка мира Ирина Белова. Поздравление принимает известный стендап-комик Руслан Белый. А еще в этот день родился советский кинорежиссер, сценарист и автор культовой картины «Летят журавли» Михаил Колотозов. Прислали мне как-то на днях одно призабавное видео. Собрали, значит, Деда Мороза со всей области и стали клип снимать. Впрочем, что я рассказываю, давайте лучше я покажу. В общем, объединились новогодние волшебники Мурманской области и поздравили жителей Кольского края с Новым годом. Ограничения не позволили сделать это совместно, но проблемой это не стало. Деда Мороза спели песню «В лесу родилась елочка». В этом флэш-мобе принимали участие Печенский район, Мурманск, Кола, Полярный, Заозерск, Оленигорск, Лавозеро, Манчегорск, Апатитыкировск, Полярные Зори, Кандалакша и Терский район. Слушайте, а я вот только что посчитал и понял, что до Нового года всего три рабочих дня осталось. Я представляю, какие очереди в гипермаркетах в эти дни соберутся. Ух! Ладно, двигаемся дальше по нашей программе. Очередей там не предвидится. Кто-то не знает, а кто-то забыл. В книгах есть то, что не найдешь в интернете. Поперечный шпагат за 10 минут в день. Инструкция в рубрике «Шагом марш». Всем привет, друзья! Если вы не знаете, чем заняться на новогодние праздники, а фильмы и сериалы вам уже надоели, вы всегда можете обратиться к книгам, которые можно найти в областной научной библиотеке. Сегодня мы подготовили обзор тех, которые связаны с новогодними праздниками. Начнем обзор с книги под названием «Рождественская елка», которую можно прочитать как одному, так и всей семьей. Это своего рода некий сборник для погружения в праздничную новогоднюю атмосферу. Здесь вы найдете, как своими руками сделать поздравительную открытку или елочную игрушку. Узнаете об особенных блюдах, которые, если захотите, будут и на вашем столе. Познакомитесь с народными обычаями, традициями, песнями и играми. А еще насладитесь самыми светлыми стихотворениями и рассказами известных русских писателей об истинных чудесах, что совершаются в Новый год на Земле. Следующая книга говорит сама за себя «Новогодние рецепты» от самого известного кондитера страны Александра Селезнева. Он собрал лучше новогодние рецепты для создания праздничного аппетитного застолья. Торты, пирожные, печенье, кексы, пряничные домики и многое другое вам удастся создать с помощью подробных инструкций от автора. И даже те, кто не любит сладко, не устоит перед соблазном отведать кусочек такого кулинарного творения. О самых универсальных, экологичных и многофункциональных материалах для творческого воплощения вашей фантазии расскажет книга Анастасии Добрусиной «Крафт». Автор посвятила ее картону и крафтовой бумаге. Упаковки, коробки, конверты, блокноты, шкатулки, органайзеры, фотоальбомы, сумки, игры – это лишь малая часть того, что можно сделать благодаря этим прекрасным материалам. Закончим мы сегодняшний обзор книгой «Поцелуй меня в Нью-Йорке» писательницы Кэтрин Райдер. История следующая. В канун Рождества в аэропорту Большого Яблока встречаются два незнакомых человека – Шарлотта и Энтони. Они переживают болезненный разрыв любимых отношений. Оба чувствуют себя непрекаянными и не могут вернуться домой. И они пускаются в романтическую новогоднюю поездку по Нью-Йорку, городу, который способен изменить жизнь раз и навсегда. Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России, на сегодня, 28 декабря, 73 рубля 69 копеек. Курс евро – 89 рублей 87 копеек. 10 норвежских крон сегодня равны 85 рублям 34 копейкам. У каждого из нас свои мечты. Кто-то мечтает о путешествии на остров Аруба, кто-то о полноценном сне, а кто-то о красивом доме в живописном месте. Ну а я мечтаю о поперечном шпагате. Освоить базовые упражнения мне поможет тренер Ульяна Понятовская. Доброе утро! Перед основной тренировкой подготавливаем мышцы и тщательно разминаемся. Начинаем традиционно. Сверху вниз. Шея, плечи, руки, грудной отдел, спина, кор, ноги. Не переусердствуйте. Главное – почувствовать тепло во всем теле. Боковые выпады. Ставим ноги на ширине плеч. Стопы направлены в стороны. Опускаемся на правую ногу, левую вытягиваем и ставим на внутреннее ребро стопы. Руки опускаем на пол. Плавно перемещаемся с одной ноги на другую. Начинаем с 30 секунд. Ой, как хорошо. Хорошо. Самое главное – расслабиться. Получать от этого удовольствие, не зажиматься. Боковые наклоны вправо и влево. Садимся на ягодицы и максимально отводим их назад. Выравниваем спину, подтягиваем живот и широко разводим ноги в стороны. Носки тянем вперед. Руки складываем в замке за головой. Делаем наклоны в стороны. Упражнение «Лягушка». Встаем на четвереньки. Здесь главная задача, чтобы колени и таз были на одном уровне. Разъезжаемся в лягушечку. Опираемся на предплечье. Прогибаем поясницу и плавно пружиним вперед-назад. Это упражнение дает телу хорошую физическую нагрузку. Укрепляет всю нижнюю часть тела. Живот, ягодицы, бедра, колени и лодыжки. Затем отталкиваемся руками и тянемся ягодицами к полу. Расслабьте мыслим там, где тянет. И дышим. Упражнение на подвижность тазобедренных суставов. Садимся на ягодицы, ноги вместе. Опора на предплечье. Подтягиваем колено к себе, отводим максимально в сторону и вытягиваем вперед. Выполняем упражнение без остановок. Сначала на одну ногу, затем на другую. Далее делаем то же упражнение с прямой ногой. Поперечный шпагат. Плотно прижимаем ягодицы к стене, стопы параллельно друг к другу. Делаем наклон вперед и постепенно разводим ноги в стороны до максимума. Переходим на предплечье. Кто на сколько может. Здесь можно встать на локоточки. Чуть-чуть осталось. Аккуратно сходим, спокойненько. В завершение выполняем упражнение на расслабление. Каждая мечта – это проверка характера на твердость и решительность. Не отступайте от своей мечты. Кто знает, может быть, она уже совсем близко? Идите ей навстречу, а по пути смотрите наше утро. Ну и в конце, друзья, напоминаю, что до Нового года осталось ну совсем чуть-чуть. Три рабочих дня, если считать сегодняшний день. Ну или же просто четыре календарных дня. Так что с наступающим Новым годом! Субтитры подогнал «Симон»!